МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Сегодня у меня в гостях Александр Каменный. – Александр, а что интересует зрителей? Вы же получаете письма, я знаю, очень много звонков, и готовитесь к передаче. – Звонки поступают, вопросы есть, причем они адресуют многие вопросы конкретно вам. Я, честно говоря, их систематизирую. Не могу сказать, что весь спектр вопросов мы сможем рассмотреть, но некоторые, наиболее волнующие, конечно же, я, честно говоря, подготовил. И вот, допустим, один из них – это события в Российской Федерации, события волнения в Москве. Вот, например, в столице Российской Федерации в протестах приняли участие около 4,5 тысяч человек. Было задержано 136 несовершеннолетних, и депутат Госдумы объяснил участие детей в митингах с сексуальной неудовлетворенностью и порнофильмами. Вот взгляните на эту информацию. Да, в Москве 4,5 тысячи, в Питере, по-моему, 3,5 тысячи. Значит, Вот такие довольно-таки массовые. Участие детей в митингах – сексуальная неудовлетворенность. Понятно. Я вот что хочу сказать. Конечно, 4,5 тысячи в Москве, 3,5 тысячи в Питере – это капля в море. Но, с другой стороны, море-то состоит из капель. Поэтому это серьезно, мне кажется, для общественной жизни Российской Федерации. Знаете, вот что интересно, что когда вот этих ребят задержали, потом они пришли в школу, то учителя в школе сказали, что они фашисты. Понимаете, как стоит вопрос? Если кто против коррупции, если кто против Медведева, если кто против Путина в Российской Федерации, то это, конечно же, сразу же получают ярлык фашисты. Это же был День России, и Соединенные Штаты Америки впервые за 25 лет не поздравили Российскую Федерацию с этим праздником. И даже сейчас решают вопрос и решат его об усилении санкций против России. С противниками России все понятно, они ясны и понятны. А вот, кстати, интересная информация о друзьях Российской Федерации. Власти Северной Кореи освободили американского студента Отто Ормбера, приговоренного к 15 годам тюрьмы за попытку украсть политический плакат. Прокомментируйте, пожалуйста. Понятно. Скажи, кто твой друг, и я скажу, кто ты. В общем-то, дружат, конечно, режимы. Не народы там враждуют. Дружат режимы, которые свои народы на это и настраивают. Он был арестован в 2016 году в аэропорту. За что? Он жил в гостинице и хотел сувенир с собой увезти из Корейской Республики. Он плакат снял политический. Там, наверное, кто-то был из руководителей. Его задержали и присудили ему срок заключения 15 лет. И он с 16-го года впал в кому вообще-то. Ну, тут решили его освободить. Большой друг Российской Федерации, КНДР. Надо сказать, что в Российской Федерации работает 40 тысяч северных корейцев. Там, на Дальнем Востоке, они пилят лес, находятся в замкнутом пространстве, в лагерях. Вышел, отпилил, вернулся обратно. Причем их поведение контролируют сотрудники госбезопасности Северной Кореи, которые находятся тоже на территории Российской Федерации. Есть попытки покинуть этот лагерь, убежать, мгновенно ловят, скрутили и обратно домой в Корею. Мы говорим о Российской Федерации, мы говорим о Корее. Вот страны, в которых отсутствие демократических традиций, отсутствие цивилизованного опыта управления, отсутствие гражданского общества и игнорирование, полное игнорирование прав человека. Вот я хочу сказать и спросить, Александр, как вы думаете, это какие страны? Угадайте с трех раз. Что ж, тогда давайте перейдем к Украине. Безвиз, ваши комментарии и впечатления? Я посмотрел праздничный концерт, посвященный безвизу. Флаги, песни, танцы, силуэт Эйфелевой башни. Толпа радостных социальных идиотов. У них появилась возможность убежать куда-нибудь, ну, скажем, в Португалию, дерьмо руками убирать. Ну как, ничего не напоминает? Так это же... Верно! Вы в Париже, дорогой товарищ! Всем вас и поздравляю! А что предшествовало безвизу? Мы шли к безвизу. А что по пути было? По пути было 144 закона, которые как бы приняты по требованию Европейского Союза. Причем Венецианская комиссия половину законов признала вообще недемократичными. В итоге, ну, что в итоге? Потеряли рынок в Российской Федерации. Ну, бог с ним. Но мы не нашли рынки в Европейском Союзе. Понимаете, в чем дело? Вот у меня такое ощущение, что мне кажется, что хватит радоваться плохому в Российской Федерации. Мне кажется, что, ну, пора начинать радоваться хорошему у нас в Украине. А то получается, как в анекдоте, хочу, чтобы у соседа корова сдохла. Моя пенсия, кстати, Александр, вот де-факто, я думаю, что я не одинок, она уменьшилась практически в три раза. То есть ее способность что-то приобрести, купить. А мне что, за это любить вот нынешнее правительство, понимаете? И надоело слушать вранье о наших достижениях. Вот постоянно. Достижение одно. Украинское правительство стало богаче в разы. Ну вот, без виз. А любопытно, кто осчастливит Европейский Союз своим присутствием? Я всегда очень внимательно смотрю такие передачи, как «Говорит Украина», «Кожи мои знаты», «Стасуется кожного». Четырехлетнему мальчику мама пальчики поломала за то, что он в холодильник залез за едой. И молотком зубы выбила, порвала рот. Двухмесячного ребенка, 23-летняя мамаша, она его просто задушила, сильно кричала и сожгла трупик в лесу. Недавно вот убил маму, мужик, пять дней жил в квартире, где она лежала. Учительница продавала детям и их родителям амфетамины в школе. Ну что еще? Могилы разрывают, там колечко увидят у усопших. Вы что, вот эти что ли? В ЕС поедут, да? Вы знаете, после Второй мировой войны, после Великой Отечественной, если говорить о этой территории, миллион человек не вернулись в Советский Союз. Они сделали все, чтобы избежать возвращения в Советский Союз. Потому что власть-то существовала там во имя идеи, а не во имя человека, и это известно. А теперь, мне кажется, побегут с Украины, понимаете? Так что не надо радостно считать. Я смотрю по телевидению. Так, уехало 400 человек, уже пересекли границу полторы тысячи человек, две тысячи. Не надо считать. Давайте лучше потом посчитайте, сколько вернулось. А то все время считают, сколько уехало. Проблема тоже будет с безвизом. Через Украину, мне кажется, появились возможности нелегальной миграции в страны Европейского Союза. И миграции граждан других стран, не украинцев. И в итоге все это Европе не понравится. И в конце концов надоест. Но я думаю, поживем, увидим. Тогда давайте поговорим о реформах. На самом деле, людей очень волнуют эти вопросы. В одной из своих передач вы высказывали свое суждение о министре здравоохранения Ульяне Супру. Ваше мнение не изменилось? Нет, мое мнение не изменилось. Я бы еще добавил, что после ее ухода из Министерства здравоохранения, там надо сделать дезинфекцию, чтобы даже духа ее не осталось. Это во-первых. Во-вторых, мы говорим о реформах. Понимаете, реформа – это то, что делает жизнь легче, хотя бы немного и лучше. Вот это я считаю реформой. Вот есть такая статья 49 Конституции, в которой сказано, что в государственных и коммунальных учреждениях медицинских помощь граждан предоставляется бесплатно. Есть у нас это? Нет. Охрана здоровья держится на деньгах пациентов, а не на государственных деньгах. И это очень важно. Это явное нарушение Конституции. Хотят отобрать, хотят вот этой реформой отобрать медицинские субвенции у больниц, там, у других заведений здравоохранения. Это перераспределение финансовых потоков, понимаете? Министерство здравоохранения будет монополистом. Они будут решать, какие договоры подписать. Они будут решать, какие тарифы утвердить вам, мне, вам. Вот в чем проблема. И они что, говорят, что это якобы английская модель. Где? Какая английская модель? В нищей Украине английская бюджетная модель. Ну, это просто смешно. Я думаю, что хотят, чтобы сдохло еще 10 миллионов украинцев. Чтобы пенсии не требовали, чтобы земельки на всех хватило. Я думаю, вот так. Тогда давайте поговорим о продаже земли. Вы согласны с этой идеей? Надо сказать, что невозможно представить государство без рынка земли. Это действительно правда. Но правда и то, что половина земли уже и так находится в частных руках. Это очевидный факт. Нет законов. Нет законов. И поэтому возникает опасность спекуляции землей. Ограбление пайщиков. Ну, скажем так, нет пакета документов. Все говорят, вот, не надо продавать землю. А чего же вы, ребята, не решили вопросы, связанные с законами? А эти говорят, надо продавать землю. А чего вы не решили проблемы, связанные с законами и с документами? Поэтому это такой очень серьезный вопрос. Так что мне кажется, что для нашей страны Гройсман рановато, как говорится, продавливает этот закон. У меня есть к вам вопрос, как к бывшему сотруднику милиции. Я вот не понимаю, что сейчас ГАИ снова возвращается. Не в курсе, что об этом думают вот сами нынешние сотрудники полиции. Ну, например, скажем, главный полицейский Одесской области господин Головин. Я не знаю, что они думают. Единственное, что я могу сделать, короткую поправочку для вас. Господин Головин не главный полиции в этой области. А вот так. Главный – это его советник Форостяк. Он решает все вопросы. Ну, вы знаете, кто такой Форостяк. Это, скажем так, соратник, друг и учитель Гордиенко, Резвушкина. Они начинали под его руководством. Он дружит с Трухановым. В общем, Форостяк решает все вопросы. Я думаю, что сведомо министром это не в делах. Почему возобновили сотрудников ГАИ? Это будет называться дорожная полиция. Дело в том, что из ГАИ старого шли деньги наверх всегда. Министерство, ну, это не в делах. Шли деньги из борьбы с экономической преступностью. Те отсылали наверх. Борьба с наркоманией. Те тоже отсылали наверх. А пару лет ничего нету. С дорог, ничего с дорог не собрали. Поэтому они решили это дело возобновить. И сейчас вот перерыв закончился. Документики, пожалуйста. Аккуратней. Штандартный. ГАИ вернется, но думаю, что в худшем своем виде, потому что начнутся поборы очень серьезные. Тем более, что появилась техника. Это раньше там он. А сейчас, будьте любезны, фотографии. Но мы можем решить вопрос, как недавно моего знакомого остановили на трассе. Сотрудники говорят, да вы не волнуйтесь, мы нормальные ребята, мы не пластмассовые полицейские. Мы полицейские старые закалки. Взнеси и езжай дальше. Так что все будет порядок. Научат молодых очень быстро. Те очень легко обучаемые в этом направлении. Понимаете, дело в том, что я сам водитель. И я думаю, что сейчас им поставят, я имею в виду полицейским, задачу наполнять, пополнять бюджет, зарабатывать деньги. Вот а нам, простым рядовым водителям, что делать нам? Есть выход из этой ситуации? Я сам водитель, да. Я получил водительское удостоверение в 1972 году. Поэтому стаж у меня достаточный. Ну, есть выход. Есть выход. Если вы в дорогу собрались куда-то на трассу, значит, что надо сделать? Надо одеть вышиваночку. Вот как. Да, конечно. Значит, бросить на плечи наш флаг. И вот и вымогатый вид полицейянта, чтобы он сепаратюга не чинив и не чупав патриота. А инакше и рассказать ему. Сейчас приедут с шинами, с машинами и так далее. Трогать не будет стопроцентно. Они не хотят связываться. Знаете, почему это так? И почему это пройдет? Потому что патриотизм, так называемый, стал брендом и средством достижения своих корыстных и политических целей. Небескорыстной любви к родине. Вот сегодня такая ситуация. И она меня очень беспокоит. Потому что патриотов развелось, как пел Высоцкий, как собак нерезанных. Я имею в виду луже патриотов. Потому что настоящие патриоты там, в окопах. Ну да, действительно, неожиданная и такая оригинальная рекомендация от вас. Я думаю, телезрителям стоит задуматься, взять себе на вооружение. Берите. Ну, кстати, вот, коль мы говорим о полиции, еще одна забавная информация о полиции. Так. Заместитель министра внутренних дел, 25-летняя Анастасия Деева, стала участницей благотворительной программы. Завтрак с заместителем министра внутренних дел Украины выставили на торги на электронной площадке госзакупок. Средства пойдут на покупку аппаратов искусственной вентиляции легких в детскую клинику Института нейрохирургии. Начальная цена 100 гривен. Ставки предлагаются делать до 28 июня. То есть, еще не поздно. Это очень интересно. Взгляните, мне интересны ваши комментарии. Это очень опытный заместитель, 25-летняя девушка. Неизвестно, откуда взявшаяся, но я знаю, откуда и в связи с чем. Да, это любопытно. У государства, у этой сучьей власти денег нет, чтобы купить аппарат искусственной вентиляции в детскую клинику. Надо собирать, понимаете. Как эти несчастные мамы собирают и просят по телевидению. Ребеночку, соберите, чтобы операцию спасти жизнь. А государство, им главное, украсть. И они все равно со временем рассчитывают убежать. Но все равно их кто-то когда-то найдет. Потому что все возвращается на круги своя. А что начальная цена? Слушайте, 100 гривен, да? 100 гривен, да. Как-то будет обидно, если конечная цена будет 110 гривен. Ну, за завтрак больше не дают. Глава ведомства Арсен Аваков обвинил критиков своего зама, критиков. В ханжестве назвал Дееву работоспособной и коммуникабельной. Ну, я думаю, что Авакову виднее уровень ее работоспособности и коммуникабельности, скажем так. Вообще, понимаете, сначала завтрак, потом у них будет обед благотворительный. Но лучше ужин. Я хочу посоветовать заместительнейшим. Вот это вот. Девушки, да, за ужин, очевидно, больше дадут. Больше заработаешь. Ну, что они еще придумают? Вот интересно. Ну, это, понимаете, это какое-то такое позорное явление. Что они придумают, а? За деньги поцелучки река для желающих вырвать? Ну, что еще они могут придумать вообще? Интересно. Ну, это МВД, это какое-то, я не знаю, даже как их обозначить, как их обозвать. Не знаю, не знаю. Это даже не смешно как-то. Начиная с того, что замминистру 25 лет, она стала замминистра в 24 года, сказав, что у нее 10 лет стажа. Я думаю, что вы все понимаете и про эту замминистра, и про этого министра, и про его советников. Ну, будем говорить на эту тему. Я говорил и говорю, что пока министром внутренних дел Украины является Аваков и вся его там вот эта вот шобла, которая его окружает, другого слова нету для них. Я знаю, кто они такие. Ничего не будет в этой стране. Ничего не будет хорошего и полезного в охране общественного порядка, в работе полиции. Вы себе представить не можете. Вы себе представить не можете, что в полиции происходит. Вы не можете себе представить, что происходит в аттестационных комиссиях. Кто там сидит, что они требуют сотрудников, чтобы те прошли аттестацию. Я об этом скажу в следующей передаче. Во время заседания Одесского горсовета глава городской избирательной комиссии представил нового депутата от блока Петра Порошенко, солидарность Сергея Голдакова. Занял в городском совете место Саши Боровика, который утратил депутатский мандат, поскольку президент Петр Порошенко лишил его украинского гражданства. Во время церемонии принятия присяги новый член совета развеселил всех присутствующих шуткой. Процитирую шутку. «Недавно я обнаружил интересный факт. В мире 12 городов названы в честь нашего с вами любимого города Одессы. И наша с вами задача – работать так, чтобы в честь нашего города переименовали известные и мощные столицы, такие как Пекин, Нью-Йорк, Париж. Пусть переименовывают, потому что наш город самый уникальный и интересный». Конец цитаты. Как вам эта шутка? Да, ну, зал, наверное, там просто падал от смеха. Понимаете? Ну, какой зал? Послушайте, есть категории людей, которые думают, что ветер дует, потому что деревья качаются. Я убежден, что основная масса вот такой категории сидит вот в этом зале в Одесском городсовете. А эти шутки вообще, этот уровень, этот интеллектуальный уровень, ничего, кроме украсть, не могут. Но в этой отрасли очень большие специалисты. Вообще Одесса, вы поймите правильно. Мне очень понравилось, значит, там обсуждался вопрос один, и Труханов, Труханов, он сказал, что он молится два раза в день. Да, утренняя молитва и вечерняя молитва, он за страну, за отошников, ну, за всех он молится. И даже наша журналистка Алена Фомич сказала еще несколько минут, и Труханов бы замироточил просто. Это очень смешная фраза. Понимаете, чем дело? Ну, вот смотрите, они там собрались и решили выделить 7 миллионов на департамент муниципальной безопасности. Ну, вот на этих, которые там никого не пускают, журналистов не пускают, граждан не пускают туда. То есть, это их гвардия. Для чего 7 миллионов? Купить экипировку, купить дубинки. А им вот спрашивают, слушай, Труханов, а зачем дубинки им? Чтобы людей бить? Говорят, нет, чтобы самим защищаться. Там такие мордовороты. Катастрофически. Ну, и самое главное, отбойные молотки он заказал, да. Они будут, эти вот незаконные постройки, значит, они будут отбойными молотками уничтожать. Ну, во-первых, они на это не имеют права, скажем так. Так, понимаете, что они на себя берут? Вот они главные. Они будут разрешать, не разрешать. Ну, там, где им дадут по мозгам, они не ходят, конечно, с этими штуками, да. Туда они не пойдут. Они не пойдут, скажем так, на пляж, лагуна. Они не пойдут на строящиеся объекты под эгидой депутатов городского совета. А вот какого-то несчастного, который там на хлеб детям зарабатывает. Они придут, давай, или ты плати, или ты давай. Послушайте, поселок городского типа в худшем его проявлении, бандитская преступная власть, совершенно непригодный ни для чего городской совет, который проник вот к корыту. И абсолютно равнодушное население. Ну, какие-то общественники есть там. Их очень мало. Их очень мало. Если город не поднимется, вот так он постепенно, постепенно. И не Пекин называть Нью-Йорк и Париж Одессой, а Папердюковку будете называть Одессой. Это будет подходить под это название. Поэтому люди добрые и недобрые. Вы объединяетесь, иначе ваши дети и внуки будут жить не в том городе прекрасном, в котором жили мы, а совершенно другом. Да, перспектива незавидная. Незавидная. Еще одни события, к сожалению, скандальные. События вокруг пляжа Лагуна. Вы упомянули сегодня об этом тоже. Хотелось бы услышать ваш комментарий. Взгляните, что там происходит. Да, и прокомментируйте, пожалуйста. Ну, в общем-то, это единственная в городской черте Лагуна. Это замечательно. Место замечательное. Замечательно. Наверху, кстати, еще французский бульвар. Поэтому место чудесное. Это место, помните, Саакашвили там забор ломал? Это вот там. Но он, как всегда, забор поломал, толку никакого не уехал. Ну, так он устроен. Это принадлежало депутату Хмельницкому. Отжали у Васи Хмельницкого эту территорию с этим пляжем, частным как бы. Отжал некто по прозвищу Лампочка. По фамилии Галантерник. Ну, реальный хозяин Одессы, хозяин Труханова, хозяин Привоза, хозяин уже вот этой местности, где эта лагуна. Причем отжали очень красиво. Предложили деньги небольшие. Хочешь – продай. Не хочешь – будет там разные неприятности. Вот ситуация. Пришли общественники, что меня порадовало. А там стоит охрана нанятая. Какие-то быки, да, еще, по-моему, из другого города. Вот не знаю, из какого. Не пускают общественников на пляж, не пускают. Ребята молодцы. Сломали там этот забор, подожгли, все, что можно было поджечь. Вот это то, о чем я говорю. Еще есть люди, которые хотят с этим бороться. Но их очень мало. Конечно, там этот Лампочка возбудился. Ты смотри, не перегори своим возбуждением. Потому что все же и какие-то люди есть. К сожалению, ну, скажем так, нам вождение доставало, как пел Высоцкий. Настоящих буйных мало, вот и нету вожаков. Ну, какие-то люди появляются. Надежда на молодежь. Вот пришли дни безразличные. Лагуна, общественный пляж. Люди туда же находить. И старики, и дети, и взрослые, и молодые. Поэтому молодцы ребята. Хотя там была стычка. Но и должен сказать, что полиция стала на сторону общественников. По одной простой причине. Нет документов на строительство. Был бы хоть один документ, полиция была бы на другой стороне. Но тут уж никуда не денешься. Закон не закон. Поэтому я думаю, что какие-то надежды есть на то, что город встряхнет и сбросит с себя вот это преступное ярмо вот этих вот лиц. Хотя их достаточное количество. И их все больше, больше, больше. А приличных людей все меньше, меньше, меньше. Круг сужаются. Ну, что делать? Что делать? Может быть, есть какая-то закономерность в этом? Хотя я бы никогда не думал, что в таком городе, как Одесса, возможно, и вот то, что происходит сегодня. Это не был преступный город. Это был город интеллигенции. Это был город нормальных одесситов, рабочих, моряков. Ничего. Остались только какие-то с пальцами. Но они теперь в галстуках и молятся два раза в день, утром и вечером. И вот этот город. И вот эту смех какой-то, конечно. И вот этот город. И вот этот город. Продолжение следует...